Всем привет, друзья! С вами снова я, Вячеслав Васильевич. И Леживия, конче бездельничать. Меня надо буханку отгонять, я прикольный ролик придумал. Убирай, Раф, Раф, подвинь. А что она? У него аккумулятор сел, по-моему. Да. Ну так и все, иди толкай его, стажер. Давай, я ролик придумал, классный мне буханка. Давай, толкай его. А что, ролик будет прям классный? Какой ролик придумал? Сейчас расскажу, пусть толкнет сначала. Ой, слабак. Ой, дохлит. Это невозможно. Да что невозможно? Я одну руку сейчас справлюсь. Получилось? Сейчас, один момент сделаю. Отделка я свой экзоскелет. Если вы не понимаете, друзья, что это вообще за суковина, вон, по подсказке, посмотрите предыдущий видеоролик. Мы сняли с титана боя его броню и одели на экзоскелет, что многократно усилило мои способности. Ну что, стажер, не ожидал? Я боюсь спросить, сколько это стоит. Не важно, сколько она стоит. Ну, дорого, наверное. Ну, сейчас я тебе покажу, на что она способна. Смотри. Одной рукой сейчас. Одной рукой, стажер, смотри. И еще отлетела. Вот так вот. А стоя это она, ну, я не знаю, стажер, может быть, тысяч десять долларов минимум. Десять тысяч долларов? Да, сто пудово. Кого? Да я за десять сделаю лучше. За десять чего? Долларов. За десять баксов ты сделаешь такой же мощный экзоскелет. Да ты шутишь, наверное. Нет. Тогда я готов. На полном серьезе говорю. Тогда я готов с тобой поспорить. А поспорим на тысячу? Нет. Давай на сотку. Ну, давай на тысячу. Давай хоть на 150 поспорим. Четыреста. Ой, дорогая. Ну, давай сто. Вот давай, за сто долларов поспорим. Трайдер, разбивайся. Все. Я считаю, что этот экзоскелет ты не превзойдешь. Превзойду. В разы. Посмотрим. Ну, пока этот салага строит свой экзоскелет, я буду готовиться к испытаниям. Придумаю такие испытания, которые он просто пройти не сможет никак. Ну, кстати говоря, кто победит в этом соревновании, определяют, как всегда, подписчики и зрители. Поэтому прямо сейчас по ссылочке в описании обязательно переходите на наш телеграм-канал, подписывайтесь на него и участвуйте там в опросе. Поэтому ваше участие в этом телеграме для нас очень важно, чтобы определить исход этого челленджа. Ну, и, конечно же, ребята, совсем скоро у нас будет там 15 тысяч подписчиков, и мы придумали мощный конкурс. Мы разыграем 500 рублей на телефон. Поэтому прямо сейчас подписывайтесь, чтобы участвовать в розыгрыше и получить халявную пятихапку. Мне нужен металл для экзоскелета. В гараже он уже закончился. Я его теперь беру на улице. Из этого профиля я сделал себе щитки, чтобы мои руки были всегда под защитой. И точно такие же щитки на ногах. Что? Он собирается использовать металлопрофиль? Это не броня, это фигня. Вот это титановый сплав. Очень прочный металл. А профиль, да и его ножом проколоть можно. Минус экзоскелета ВИА это в том, что он работает от электричества. То есть ему нужно постоянное питание. А у меня будет все работать старым дедовским проверенным способом от механики. Берем большую арматуру, берем квадратную трубу и маленький кусочек арматуры. Сейчас покажу, что я сделаю. Загнул арматуру таким способом, чтобы это был псевдокрюк, подъемный механизм. Приварил все это в одну конструкцию и получился у меня такой вот подъемник. Я думаю, подъемник будет эффективный. А, черт, он еще и сам все сваривает, реально. Вот, это заводская сварка. Все детали подогнаны идеально. Поэтому работают вместе как единое целое. А как стажер наварит, мы все знаем. Самое важное в человеческом скелете это позвоночник. Соответственно, и для экзоскелета тоже требуется позвоночник. Я его сделаю вот таким вот нехитрым путем. А как он работает, я покажу чуть-чуть позже. Швы надо обязательно закалять. Так мой экзоскелет будет еще прочнее. О, дымится. Сейчас буду примерять. Какие там механизмы? Какие там позвоночники? Че он несет? Он все сваривает из ржавой трубы. Да это, блин, позвоночник моей бабки крепче был. Для более эффективной работы и дополнительной защиты моего тела, я буду использовать вторую кожу. Синего цвета. Вторая кожа? Это что еще за новшество? Какая защита? Я могу одевать этот экзоскелет, этот костюм на любую одежду. Мне не нужна никакая вторая кожа. Че там стажер выдумал? Ну все, мой экзоскелет готов. Как вам такое, а? Видали, да? Че ты все поскрипываешь? Делать надо. О! Сейчас я его победю, побежду, выиграю. Ну здорово, че? Что это такое? Давай сюда баксы. Какие баксы? С чего? Мой экзоскелет явно лучше, чем твой. А сколько у тебя рук? Две. А у меня четыре. Че за бред? Опа! Видал? Я не знаю, надо посмотреть, как это работает. Давай посмотрим. Что у тебя со спиной, е-мое? Экзоскелет. Видал? Да. Выглядит, конечно, примитивно все очень. Это не будет работать? Будет. Давайте начнем с испытаний. Экзоскелет в первую очередь должен делать нас сильнее. Посмотрим, так ли оно в случае стажера. Сейчас я хочу доказать, что я стал сильнее при помощи экзоскелета. В начале ролика я не смог толкнуть вот этот рап. А сейчас я его смогу выгнуть, не напрягаясь. Раз, два, три. Видали, да? Как он идет легко. Еще могу одной. Опа! Получилось. А ты на что способен, Ви, а? Я уже в начале ролика доказал, что для меня этот трафик вообще не проблема. Дайте-ка мне тяжести потягать. Покажу вам, что такое робо-бицепс. А ты с этим не справишься. Давай, оператор. Подгони-ка нам штангу помощнее. Ну и штангу ты, конечно, намутил, оператор. Что это? Это несерьезное. Я без экзоскелета бы смог одной рукой. Ну, а ты сможешь? О! Шутка. Легкотня, оператор. Фигня. Несерьезное. Давай что-нибудь потяжелее нам сюда. Сейчас я вам устрою несерьезное. Эй, оператор. Давай не так резко. Потихонечку вес повышать будем, а? Ну вот. Это уже посерьезнее. Это наш размерчик. Опа! Я ничего не чувствую, ребята. Вообще лафа. А вы знаете, сколько эти покрышки весят с дисками? Это, в принципе, вес там приличный. А я как-нибудь делать вообще не еще. Ну что, сможешь тем же самым убить? Скажем. Давай, давай. Оп. И вперед. Крюки, соскальзывает, правда. Чуть-чуть тяжело. А так, легкотня. Вес не ощущаю вообще. Еще прикольно то, что у тебя он в эти штуки упирается, да? Да, больно. Вообще ништяк, видишь как? Ого, вот это продумано. Крюк слетел. Ну, это надо тоже усовершенствовать. Ну да. Вот ты-то вообще голыми руками держал штангу. Это опасно. А я вот свои руки не травмирую. Блин, действительно. Уникальная фича. Ну теперь будет другое испытание. Логично, что мы с тобой силу проверили. Сейчас нужно проверить скорость. Вот черт. Ну давай. Что, боишься проиграть? Нет, я готов, я готов. Просто немножко... Давай, бежим до ворот и обратно к оператору. Просто до ворот добегайте. Ну или давай до ворот. Ладно, кто быстрее, кто-то победил. На старт. На старт. Внимание. Марш. А, дайте тебе позу. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Выиграл. 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 Обратно? И опять. Выиграл. Два раза выиграл. Блин. Блин. Ну да. Минус моего экзоскелета. Он бронированный, мощный. Но очень тяжелый. Да это я просто плотно покушал утром. Вот и все. Двигать не хочу. Слушай, ну вообще экзоскелет это такая штука, которая также должна помогать в боевых действиях. То есть нужно иметь возможность для брони. То есть все тело должно быть защищено. А у тебя только так. Местами. Почти везде. Ну не знаю, не знаю. А во-вторых, помимо брони, нужно быть постоянно замаскированным. Видишь, мой экзоскелет сделан таким образом, что в городской среде я могу легко где-нибудь спрятаться вот таким вот образом. И думаешь, тебя никто не заметит? На зависимости от окружений. Тебя зато заметят везде. Да я могу просто курточку сверху надеть, и меня не будет видно. Очень сомневаюсь, что на твой вот этот вот экзоскелет каким-то образом натянется курточка. ХХЛ натянется. Ой, не знаю. Так что, ребят, в комментариях... А ты видишь свой дизайн-то, у тебя вон все потрепано, зашорпано. Ну, потому что это металл, это титан. Он обнесен краской, вот и все. У меня тоже металл, но у меня не зашорканный. У тебя профиль, который сгниет через месяц. В смысле сгниет? Короче, на этом этапе напишите, чей дизайн экзоскелета лучше, по вашему мнению, в комментариях напишите, ребята. Пока, я не знаю, я насчет вообще изобретения стажера очень и очень сомневаюсь. Какая главная фишка у твоего костюма? Давай, покажи. Во-первых, мои руки стали длиннее. У них теперь больше возможностей. Во-вторых, одной рукой я могу, опять застряло, использовать ее вдвойне. То есть, брать канистру с бензином почти полную. Оператор, дайте мне ключик. И крутить любую гайку. Также и этой рукой. Можно также брать пакет с продуктами и идти сидеть там. Кто клюстает? Нифига себе. Между прочим, весь вес, который находится у меня в руках, распределяется четко, ровно по моему экзоскелету. И это еще один плюс. Ладно, действительно, здесь много неожиданных нюансов, которые я даже не думал. Я думал, ты так железяки какие-то наварил. Ну, конечно, моя главная фича заключается в неизмеримой силе. Полная канистра, сколько весит? 25 килограмм? Ну, тут 20. Не напрягайся. Что, твой экзоскелет может похвастаться такой вот силой? О-о-о! Твой экзоскелет может похвастаться? Да с тебя поднять-то этот танк надо. Вот и рюк. Ну что? Вот, это мои преимущества. Ну, давай тачку подними. Да легко. Только... Не знаю, смогу ли согнуться. Так что, у каждого экзоскелета получать в своей фичи особенности. Признаться честно, я реально думал, ты опять делаешь очередную фигню. Но получилось даже что-то рабочее. Я попытался завязать с колумадой, которая тут происходит, понимаешь, и сделал что-то настоящее рабочее. Слушай, попытался, а ты еще не сделал. Так что, знаешь, даже если ты пытался что-то сделать правильно, внешний вид все равно выдает тебя немного с ножом. А внешний вид не самое главное. Главное функциональность. Не знаю, ты похож на какого-то дешевого супергероя, если честно, во всем этом костюмчике. Смазки надо. Так, ребят, короче, не забывайте переходить по ссылочке в описании в наш телеграм-канал, подписывайтесь туда обязательно и проходите там опрос, чтобы понять, кто все-таки выиграл. А то, понятное дело, что у нас обоих крутые экзоскелеты, но чей лучше определяете вы. А также подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайки и пишите ваши комментарии, что нам еще сделать сравнить дешевое против дорогого. Самые яркие идеи мы отметим сердечком в комментарии, а чьи-то реально даже реализуем. Капец тебя. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть. Эти видеоролики.